Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую. Сейчас для вас будет онлайн расклад в одну позицию. Тема будет называться «Его мысли и чувства к вам на данный момент». Давайте будем смотреть. Загадывайте своего партнера, своего мужчину. Подумайте о нем. Представьте его очень хорошо. Когда в последний раз вы виделись? Что между вами было? Подумайте о своем мужчине. Руки-ноги не скрещивайте. У кого рядом вода, вода льется. Компот кто-то варит. Молодцы. Так, так. Давайте посмотрим прямо с него. Давайте начнем прямо сразу с него. То, что я буду говорить с самого начала. Если будет все с вами резонировать, значит смотрите расклад до конца. Если вы чувствуете, что тема здесь не ваша, не ваш расклад, пожалуйста, не надо смотреть, отключайтесь. Итак, ваш мужчина сейчас на данный момент. Кто этот человек? Чем он занимается? Что он делает сейчас? У него карта повешенного. У него карта повешенного. Так. Еще. Чему занимается? Что он делает? Устал, устал, устал. Справедливость. Карма прилетела. Карма прилетела. За все надо расплачиваться. Конечно. Так. Еще. Да. За любовь отвечает. За любовь отвечает. Я бы еще знаете, что сказала. У мужчины есть на данный момент проблемы в семье. И в семье не с родителями проблемы, а с женщиной. С той женщиной, с которой он, скорее всего, живет. Или имеет какую-то связь близкую. У него сейчас там проблемы. Это вас никак не касается. Это вы на этой стороне. А она на той стороне. Вот на той стороне там проблемы из-за вас. Не то, что из-за вас, даже не из-за вас. Но как-то вы непосредственно этому касаетесь. Потому что карма прилетела из-за вас. Вот так. Мужчина. О. Вплоть до того, что уйти хочет. А меньше пить надо. Меньше гулять надо. У него психологические проблемы. Его как будто застукали, что ли. Застукали на переписке. Или застукали с кем-то. Может быть, с вами застукали. Он уже уйти оттуда хочет. Потому что нам все надоело. Он плохо спит. Плохо засыпает. У него проблемы психологические. У него страхов очень много. Боится постоянно. Что-то его так сильно волнует. Очень сильно переживает. Вы знаете, он так защищает свою территорию. Так защищает свою душу. И никого не впускает. Кто-то пытается проникнуть. Спросит. Ну, что? Какие проблемы? Что тебе так плохо? Что ты пьешь постоянно? Не расскажет же. Не расскажет, что ему так хреново. Отчего он так пьет. Потому что уйти хочу. Блин. Я устал уже. Я закрытый весь. Я уйти, поэтому хочу. Сколько можно? Сил нету никаких у меня. Сил нету уйти. Нету. Выгнать никто не может. Потому что гулена. Гулена. Потому что очень много тайн. Секретов. Никому не рассказывает. Что любит женщину. Женщину на расстоянии. Женщину сильной интуиции. Женщину, которая знающая, ведущая. Все понимающая. Чувствует на расстоянии. А смотрит эти расклады для того, чтобы ей подтверждали ее небесную мощную чуйку. И вы, скорее всего, с ним не общаетесь. Не общаетесь с ним. А кто меня сейчас смотрит? А ну-ка дайте. Да, это вы, конечно. Практика меня еще тут смотрит, как всегда. Да, королева жезлов тут меня смотрит. Да. Кто бы сомневался. Смотрите, на ваш взгляд. Такой немножко, да? Ого. Как интересно. Что сегодня Яна мне скажет интересненького. Кстати, может быть, у вас еще есть другой мужчина рядом. Ну, как-то тоже в душе, да? И вы этого держите еще одному. Или, может быть, только у некоторых тоже так сыграет, что на этого мужчину вы ставите большую ставку. Вы его любите. Ну, по крайней мере, может быть, он самый близкий для вас. Он ваш муж. Или вы хотели, чтобы он стал вашим мужем, да? То есть он самый родной и любимый. Все. Он самый родной и любимый. А у вас один козырь есть? Это ваш темперамент и ваша сексуальность. И вы знаете, что вы этим его уже давно подцепили. Ну, грубо говоря, подцепили. И вы этим его взяли. И вы знаете, что он никуда не денется. Он все равно ко мне вернется. Потому что только я знаю, что ему надо. Я согласна. А я тут ни при чем. Я согласна. Я знаю, что у вас здесь жрица выходит. И я знаю, что вы знаете. Это я даже не спорю. Теперь, что он думает. Так, давайте сделать так, чтобы видно было. Что он теперь думает о вас? Ой, башня, башня, башня. Ой, за гулянки башня, башня, башня. Вы с ним расстались. Ну, или, по крайней мере, вы ему башню снесли так, по мозгам надавали, что он до сих пор из себя впредь не может. А все лишь потому, что меньше гулять надо. Меньше гулять надо, дорогой. Нужно быть в семье. Нужно быть любимой женщиной. То есть я. А я и есть твоя семья, как бы. До сих пор не понял, что за столько лет? Да? Что я твоя семья. А что тогда тебе не дойдет? Ты решил меня променять на каких-то там... Я бы сказала бы. Причем здесь его гулянки относятся не в прямом даже смысле. Он пошел в бар, ресторан. Я про это молчу. Здесь идут интернетовские девочки. Понимаете? Которые сидят, написывают там с утра до вечера. Вот они написывают, написывают. Я не знаю. У них, наверное, дома не убрано. Дети не кормлены. На работу не ходят. Зато они в интернете не слазят. С этих переписок. Они мальчиком там написывают. Мне всегда хочется вопрос задать. На что надеетесь, девочки? Переписываясь в интернете годами, часами. На что надеетесь? Это ничего не работает, солнышки мои. Это не работает. Работает в жизни только реальность. Если за целую неделю вы не поняли, что мужчина с вами не хочет встречаться, он с вами никогда не встретится. Не встретится. Вы хоть сто лет пишите ему. Короче, он там ему, ну, я не знаю, может, он развлекал его там устраивал, да? Но девочки-то всегда же надеются. У нас просто женский такой тип всегда. Он всегда надеется. Это мужику всегда лишь бы поразвлекаться. Так вот. Вы его поэтому и по башне-то и снесли, да? Что, типах, ты развлекаешься? Ты меня променял вот непонятно на что? Ну, иди, развлекайся дальше. Отцепись только от меня, чтобы я тебя уже больше не видела в своей жизни. Все. Все. Если ты мне... Посмотрите на себя. Вы видите, сколько цвета у вас? И посмотрите на этих девочек. Сколько цвета у них? Разница есть? Разница огромная. Вы одна такая большая, а их целая куча. Вот и все. Вы, наверное, скорее всего, или уже ему это сказали. Или так в голове это и держите. Что, типа, он меня променял вот на это вот. На эти фантики танцующие, играющие, куколки. Но пусть и развлекается дальше. Какие проблемы? Только он плохо меня знает. На мои способности. Я не развлекаюсь как бы вот так вот с тремя. С маленькими. Если я буду развлекаться, я буду развлекаться вот так, наверное, скорее всего. Но я это так, девочки, для размышления. Для размышления. Вы понимаете? Если вы будете развлекаться, вы будете вот так развлекаться. Это у него там все маленькие. Ладно, кое-что хотел сказать еще. Думаю, не надо. Не надо. Так. У нас серьезный культурный расклад. Все. У нас серьезный культурный расклад. Ну что, идем дальше. По ходу пьесы все карты открываются. Так. Еще. Его чувства к вам. Его чувства к вам. Угу. Да. Помоги мне. Угу. Да. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Как интересно. Просто потрясающе. Боже мой. Посмотрите. Нет, не надо. Не надо. Лучше слушайте. Не надо смотреть. Мужчина вас нуждается. По той причине, что вы очень ресурсная. Вы видите? Я вам... Давайте я вот так сделаю, чтобы прям... Чтобы прям четко было видно. Вот это вы, да? Видите, какая вы ресурсная? Мощная, сильная. Вот в вашей руке здесь жезл. Да? И у него тут жезл. Этот жезл только ваш. Вы это знаете. По аэрофанту его душа, его отношения, весь смысл жизни даже, давайте скажем так, тоже относится к вам. Этот человек сам по себе ничего в этой жизни не может. Он может тратиться. Он может помогать кому-то там что-то, да, тратиться. Он может отдавать. Но у него нет способности без вас зарабатывать, работать, накапливать. Нету? Почему? Не знаю. Давайте спросим просто. Мне интересно, почему. Потому что он закрытый. Он закрытый. Без вас он как будто закрытый. А с вами, я не знаю, как будто вы открываете его, что ли. Как вы на него так действуете, что вот без вас он закрытый? Давайте магию применять здесь. Я про магию говорить не буду, хотя многие тут применяют магию. Он ушел, и вы его закрыли. Да, у кого-то это сработало, и кто-то сделал. А, ваша любовь, ваши эмоции. Все понятно. Когда он рядом, когда вы его любите, у него все классно. У него в жизни все классно. Потому что вы как будто добро ему даете. Понимаете? Вы как будто дорогу открываете, зеленый свет ему включаете. Ваши эмоции его наполняют. Ему хочется с этого мира взять все. А когда вы уходите, вы забираете свои эмоции. Вы полностью уносите себя, оставляя его в пустоте, в тишине и в молчании. И автоматически идет перекрытие денежного канала и перекрытие всего. Поэтому он закрывается сразу от всех. Он закрывается от счастья. Вы ему дорогу зеленую перекрываете. Поэтому он так вас и хочет. Вот эти девочки, с кем он там... Вот эти вот переписки, с кем он там ведет. Это пустая трата времени. Он понимает уже, что это пустая трата времени. А вас он пытается развернуть к себе. Пытается или нет? Он развернует вас к себе или я? Но он уже считает, что это как будто... Об вас как об стенку горох. Вы неразворачиваемая. Да? Вы как будто неразворачиваемая. Он считает, что он уже потерял вас. Да? Да? Все? Вы как будто уже... Я не знаю, вы его отпустили полностью или нет. Но он считает, что уже все. У нее ко мне все умерло. Потому что она в трансформации. Она поняла, что она меня не хочет. Она хочет другого мужчину. А вы знаете, какого мужчину вы хотите? Вы хотите, чтобы был обязательно стабильный, постоянный. Может быть, в качестве мужа. И чтобы обязательно любил. Все. А он, скорее всего, какой-то ветреный такой, знаете, непостоянный, ветреный, безденежный, нестабильности, ничего. Кроме секса, наверное, ему больше ничего и не надо. Так, еще. Он вас, кстати, видит кармической женщиной. Или вы его женщина или жена? То есть, по сути, да, вот на данный момент. Еще, какие у него чувства к вам? Так, любит. Так, какой любит? Мечтает, мечтает. Ой, луна, луна, луна. Луна, луна, луна. Господи. Господи. Что у него в голове? Луна. Луна. Садил кто-то ему здесь, наверное, по магии луну? Или, в принципе, у него психологические проблемы? Пытается от вас откреститься, пытается с вами расстаться. Но ничего не получается. У нашего орла тут ничего не получается. Он орел у вас, да? Ничего у него не получается. А что не получается? Почему не может вас отпустить, забыть? Почему? А вы императрица. Вы или жена, или любимая женщина, или ребенка от него имеете? Не может. К вам очень сильная связь. Вы такая женщина, прям вот, блин, он таких не бросает. Ну, таких же не бросает. Да. Таких же не бросает. Поэтому не может, очень тяжело, не может, вот чувства прям вот его, они ему жить не дают. Вот эти чувства, знаете, какие они его убивают, как будто. Это какая-то некая депрессия, это какие-то страхи, он боится, он себя накручивает, кого-то слушает. Может быть, маму там слушает. Мама там что-то ему говорит. Вот, смотри, загуляет она, ты ее там оставил. Она загуляет. Может быть, она не от тебя ребенка имеет, а ты здесь сидишь. Она гулящая. Или наоборот, мама говорит, почему ты ее оставил с ребенком? Забери назад, поезжай к ней. Такой момент тоже есть. Еще, 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 еще. Чего не отпустит-то? Чего не отпустит? Ой, как тяжело отпускать. Ой, как тяжело мосты-то сжигать. Ой, 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 ой. Поэтому там барышня-то у него, и сколько вон? Потому что со всеми переписках по сто лет, ха-ха да хи-хи, ля-ля, тропа-ля. Херней мается в интернете. Бедный. Сам не может понять, что ему надо. От этого уже сам постарел, уже устал. Грабли все таскает, таскает грабли за собой. Грабли все таскает. А вы на расстоянии, да? Чем больше вы от него отдаляетесь, чем больше вы от него на расстоянии, тем больше его это и бесит. Потому что он как будто хочет над вами контроль держать. А вы же не поддаете, что вы же не глупенькая, не маленькая девочка. Вам как бы его контроль-то и не нужен. Вы без него все понимаете. Он не дает вам то, что вы хотите. Поэтому, типа, если ты не даешь то, что я хочу, какой может быть контроль? Ты что? Успокойся. Иди вон контролируй своих девочек. Чтоб не разбежались бедные, тебя одного не бросили. Давай, давай. Пусть устроится кондуктором, контролером в автобус. Или в троллейбус. Там столько женщин ездит утром и вечером. Ему же, может, неинтересно будет. Что-то будет делать в вашу сторону в ближайшее время? Ой, как привязан. Ой, как привязан, бедный. Да. От вас ни слуха, ни духа. Он все бедный ждет. Он все бедный ждет. Ну дай мне знак. Ну дай мне знак. А вы вам... У вас два мужика вон здесь впереди. Какой знак? Ты что, милый? Успокойся. Я тут не знаю. На свидание к одному идти, на свидание ко второму идти. Какой знак ты от меня ждешь? Ты вообще о чем? Да? Он вас, знаете, вот здесь, как... Господи, пароход, говорю. Парусник, да? Такой красивый. Посмотрите. Корабль. Такой красивый. С парусами. Вот у нас как корабль просто ждет уже издалека. Когда вы там какой-нибудь знак подадите ему, хоть маленький, хоть смайлик, хоть поцелуйчик, хоть напишите, что он дурачок, уже тоже приятно будет. От вас он что угодно сейчас примет, лишь бы вас как-то, знаете, развернуть хоть немножко. Не на 180, но на градусов 30-40 хотя бы в свою сторону. Еще. Что он ждет от вас и ничего сам не делает? А куда ему ехать к вам? Он на Ишаке едет. Колесо фортуна. Никуда я от нее не денусь. Я от нее никуда не денусь. Она самодостаточная. Он надеется, что... Что вы сами объявите все его жизни. Вот что он надеется. Вы там мужчину себе выбираете нового, да? А он надеется, что вы к нему вернетесь. Это знаете почему? Вы его так разбаловали, девочки. Сколько раз вы его разблокировали? Сколько раз вы к нему возвращались? Сколько раз вы его самого возвращали? Вы его тут избаловали по полной. Поэтому мужик ничего не делает. Сидит, вас ждет тут. Как парусник просто. С алыми парусами. А у нас соль. А вы тот, который сейчас его с берега-то возьмет. Принц датский, наверное, да? И что, он долго ждать будет? Да? А что ему делать? Вон он лежит. Он лежит во сне, думает о вас, вспоминает вас. Видите еще здесь, как интересно? Рыцарь мечей. Вот он сидит и ждет. Мне к ней как приехать? Приехать поругаться? Или ей жестко написать? Типа, ты что, я тебя здесь только жду? Ты что, никак не приедешь? Не подъедешь ко мне? Он сидит и уже в голове у себя рисует. Свою агрессию. Мне, может быть, самому к ней как бы заехать уже? Или ее дождаться, типа, да? Да. А я тут бедная. Я жезл. Вернее, жезловый. Жезлом-то. Жезловый с жезлом. Отлично. Хорошо звучит, да? Я тут как бы после работы устаю, лежу. Че она хочет, чтоб я к ней приехал тут? Че она сомневается, что я ее хочу, что ли? Да я ее всегда хочу, типа. Мне ее всегда не хватает. Я такой красавчик тут. За мной вон бегают переписками. Сто лет уже занимаются девочки. Руки протягивают. Пишут мне тут. Как Достоевский. А я тут тебя хочу, как бы, и жду, милая. Тут красивый такой весь в короне. В медальоне. А ты на меня не смотришь. Да? Че ты думаешь? Я дурак, что ли? Я не дурак. Я все вижу. Твое отношение ко мне. А вы так и думаете, что он дурак, кстати. Он это понимает прекрасно. Вы уже или ему это сказали? Что он чудик? Что он дурак? Что он шут гороховый? То есть вы уже или сказали ему? Или он как бы чувствует по себе, что он как бы, да. Ну и в принципе, он хочет что-то начать заново. Поэтому и ждет с вами. Вернее, ждет вас. Да, разные. Опять вы разные. Опять тут разные. Разные. До вас дорасти он никак не может, да? Вы что ему говорили? Да тебе до меня. Расти, да ползти. Че ты мне тут гонишь? Да че ты мне тут говоришь? Вон, иди своим девочкам говори. Ты будешь мне, что ли, что-то говорить? Да. Старший Аркан, мир, солнце. Так он видит, что вы себе как будто цену поднимаете. Цену, типа, я такая, со мной просто так не получится, да. А помириться очень хочет. С вами контакт наладить очень хочет. Приехать хочет. Погреться в ваших лучах славы, любви хочет. Да, и быть с вами под одной крышей тоже очень хочется. Потому что слишком вы яркая. А он любит ярких женщин. Здесь мужчина, знаете, какой? Вот близко к себе, ну, грубо говоря, да, как я его сейчас оцениваю, как я его вижу. Здесь мужчина любит ярких возле себя держать женщин и иметь с ними какие-то отношения. А вот когда женщина как мышь серая, он таких возле себя собирает для общей массы. Потому что вот эта вот общая масса серых женских вот этих вот, ну, характеров и сущностей внутренних, да, при общении он как-то тешит свое самолюбие. Потому что именно такие женщины начинают ему заливать, какой он хороший, какой он пригожий, какой он это потрясающий, как они его хотят, как они его любят, и без него жить не могут. Вот такие вот женщины, они его тешат самолюбие. А вы из той категории, которые как бы, да, я еще должна написать, как я его хочу, а ему тут еще лесгинку мне не станцевать. Я как бы, вы привыкли сами получать комплименты от мужчин. И никогда в мужском, никогда в мужском как бы внимании и не нуждались. Потому что когда вы появляетесь, мужчины тут же начинают таять, и возле вас, возле вас хороводы водить. Правильно? Правильно. Поэтому вы себе цену-то и знаете. А ему больше всего это и льстит. Как это так? Она будет хороводы мне водить, никуда не денется, и с бубном прыгать будет, и лесгинку танцевать будет. А вы просто умная женщина, знаете, что хотите. Вот вы просто знаете, что хотите. Вы в пустоту какое-то время свое не тратите. И на мужчин пустых считаете, тоже время тратить не надо. Я знаю, что я хочу. А мне нужен четко. Мужчина должен у меня быть в стабильности, в постоянстве, или же я должна с ним быть в браке. Все. И мужчина, который будет меня любить, однозначно. Поэтому я не могу вас назвать не меркантильной, я не могу вас назвать типично романтической. У вас что-то есть, понимаете, и умная, и романтическая, и хозяйственная, и стабильная. Вы такая женщина разумная, опять же. Вы знаете, что вы хотите. Было бы, конечно, если бы вы выбрали бы короля мечей и короля жезлов. Вот здесь бы я вам много вопросов задала. Почему именно такой тип мужчины вам нравится? Мечевый и жезловый, да? Я бы много вам вопросов на эту тему задала. Почему такое? Вы, девочки, что, не нормально такое себе выбирать? А так как вы бы выбрали себе короля Пентаклива и короля Кубкова, я считаю, что это очень самый хороший выбор мужчины для себя. Чтобы, с одной стороны, он был и спокойный, и терпеливый, и хозяйственный, и материально независимый, стабильный, да? С которым ты будешь как за каменной стеной. И в то же время мужчина мягкий, нежный, добрый, ласковый и, конечно, любящий. Поэтому я ваш выбор, в принципе, полностью оправдываю. И, ну, как бы мне даже понятно, все правильно. Потому что вы ищете то, что он вам дать не может. Он вам дать не может. Хотя многие видят в нем тоже такой потенциал. Здесь же общий все-таки расклад. И, возможно, вы в нем тоже видите этот потенциал. Но он же вам его не показывает. Он же вырубает здесь у нас жезлового. Врубает себе и вот это короля мечей вам что-то доказать пытается. И от вас только там интим типа хочет, да? А вы понимаете, блин, да какой интим? Ты что, идиот? Я вижу в тебе хороший потенциал. Мы смогли бы с тобой построить прекрасную пару. И ты был бы прекрасным мужем. Ты что мне включаешь? Я для тебя кто здесь? Девочка по вызову на ночь, что ли? Ты что, идиот? То есть вы понимаете, вы даже видите в нем, что потенциал-то в нем хороший. Может, из него хороший получился бы. Но только я не могу понять, с какой панталыги у него ко мне только-только интим, блин. Вы понимаете, да? Я не знаю, почему тоже. Я не могу это тоже объяснить, почему так. Это только его, наверное, спрашивать надо. Почему такой женщине ты испытываешь только одно? И больше ничего не видишь. Почему? Может быть, вы себя так показали изначально, что он больше-то и не видит в вас ничего. Но здесь трехугольник может быть, понимаете? Трехугольник мешает вашим отношениям. А у него, я же говорю, там девицы-барышни. С кем он вас сравнивает? С кем он еще общается? Да. Если мужчина здесь у нас, официально женатый, здесь четкий трехугольник, и он ничего с этим поделать не может. Он не может там бросить жену свою. Ну вот не может. Давайте спросим, почему. Я не знаю. Ну, потому что там ребенок. Там дети. Там его работа как-то связана с этой женщиной. Да, да, да. Там уже насиженное, вот это вот, понимаете, уютное гнездышко. У них даже кот уже спокоен, просто, понимаете? Спокойно лежит. Там насиженное гнездышко. Ну, куда он уйдет? Куда? Там у него жена, королева Пентаклей. Хозяйка. Хозяйка в доме. Стирает, убирает, готовит, детей рожает. Ну, куда он уйдет? Вы понимаете? Да. Скоро у них там, сколько у них там было конфликтов? Сколько они выясняли отношения? Уходил уже. Не один раз уходил уже. И опять возвращается. Вот он, страшный суд. И опять он возвращается туда. Старший аркан маг. Может быть, кстати, по магии возвращают его. Может быть, по магии возвращают. Или же, или же еще, давайте это скажем так, что там женщина какие-то, я не знаю, какие-то приносит свои доводы ему, или она что-то объясняет, или она что-то говорит. И он тут же мозги включает, что, ну, да, надо вернуться. Все ругаются. Но все спят потом в одной постели. Поэтому возвращается. Держа баланс. Дети, дети, дети. Вот там дети держат. Там детская карта. Или они давно, уже очень давно вместе. Очень давно. Или там детская карта. Дети. Дети держат. Да. Да, да, да. И оттуда вряд ли он уйдет, если он женатый. Поэтому, девочки, если вы смотрите на женатого человека, оставьте его в покое. Отставьте. Как бы там ни было. Не надо его оправдывать, не надо ее оправдывать, не надо. Просто оставьте в покое их. Он не уйдет оттуда. Там все очень, знаете, там все уже срослось у них настолько, что просто так не отрезать. А здесь у вас два кавалера, девочки. Тут два кавалера у вас. Выбирайте. Выбирайте мужчину себе хорошего. Идут же вам в жизнь. Вон. Мужики-то идут. Выбирайте хорошего. Общайтесь, встречайтесь, смотрите, приглядывайтесь, не торопитесь. Задавайте мужчине вопросы. Всякие вопросы. Смотрите, как отвечает. Увиливает от разговора. Или конкретно чистой душой мужик все говорит, как и есть. Присмотритесь. А вы просто устали. Вы кроме работы больше ничего не видите. Развеиваться тоже надо. Отдыхать тоже надо. Вы уже и выбирать-то устали. Выбирать тоже устали. Потому что все хитрожопые, да? Все хитрожопые. Ну что сделать? Такая жизнь. Женщины тоже, знаете, ищут те хитрули. Да, 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 да. А вы такая честная. Вы хитрожопость терпеть не можете. Понимаю, понимаю. Поэтому говорю, не торопитесь. Не надо слушать то, что мужчина говорит сразу открытым текстом. Задавайте навязчивые, ненавязчивые вопросы. Вот один раз спросили. Женатый? Он сказал, нет, не женатый. Хорошо, прошло время. Опять спросите. Только аккуратно, немножко по-другому вопрос поставьте. Посмотрите, как он теперь будет отвечать по-другому. И вы уже поймете, он опять женатый или не женатый. Потому что тот раз он сказал, что нет. А в этот раз что он скажет мне? Вы любви хотите, да? Любви, любви, любви. Кто-то ребенка хочет, мужа ищет, чтобы ребенка родить. Или ищет отца хорошего своему ребенку. Любящего отца ищет. Любящего. Любящего мужчину ищите. А что у кого связано с поездкой? Я не могу понять. С поездкой. Переезжайте. Меняйте место жительства. Возможно, в другом месте вы найдете себе хорошего мужчину. Переезжайте, что боитесь. Там, где вы живете, вы все одна да одна. Легче, может быть, переехать куда-то. Я не знаю, там в другой город, в другую страну. Или в другую область. И смотришь, мужчину хорошего можно найти. Потому что там, где вы находитесь, вас постоянно к нему будет тянуть. Вам постоянно к нему будет тянуть. И вас как будто само это место постоянно показывает, что он есть в вашей жизни. И вам так это прям очень больно. Поменяйте. Поменяйте свое место жительства. Поменяйте свое окружение. Я не знаю. Поменяйте квартиру. Если вместе жили в этой квартире, поменяйте квартиру. Чтобы ничего не напоминало о нем. Все. Вот такой был расклад. Поэтому пишите, пожалуйста, свои комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте о колокольчике, уведомлении. И самое главное, будьте счастливы. Пусть у вас будет жизнь. Все хорошо. И до скорых встреч.